Тысячи жителей Донецкой области ждут получения пропуска для въезда и выезда из зоны АТО. Координационные центры не справляются с большим количеством желающих получить документ. О том, какова ситуация в мариупольских пунктах, выдача разрешения Данила Царёв. Ну, заехал, нема пропускай. Не привезли ещё. Этот мужчина приехал в Мариуполь, чтобы забрать разрешение на пересечение так называемой линии разграничения. Однако его пропуск всё ещё не готов. При том, что с момента подачи документов прошло почти 20 дней. 23-го сдал. В понедельник приехал. Календарных 10 дней прошло. Не получилось. Сейчас приехал рабочих 10 дней прошло. Тоже не получается. У Ларисы Локтеевой из Павлополя совсем другая проблема. Сама она работает на комбинате имени Ильича. Ей постоянно приходится проезжать блокпосты. Однако уже в пятый раз её документы теряются. Уже пятый раз приходим сдавать документы на пропуск. Живу в Павлополе, не могу проехать в свой родной посёлок. Руководитель областного МВД Вячеслав Аброскин признаёт, проблемы с получением необходимых документов для выезда есть. Одно из главных – недостаточное количество координационных пунктов. Надо местной власти совместно с руководителем координационного центра осмотреть возможность ещё открытия ряда мест приёма документов. Давно занимали очередь? С понедельника. Ну и каждый день? Да. Отмечаются каждый день? Нет, не отмечаются. Не отмечаются, а проверяют просто так. Приходят и проверяют. А вот же от Невера администрации Мариуполя настоящий ажиотаж. В очереди уже тысячи человек. И приезжать сюда им приходится каждый день, чтобы подтвердить свой номер в списках. При этом работники администрации успевают принять не больше двухсот человек в день. У нас обычно идёт до обеда 100 человек. В среднем мы читали последние три дня, а у нас в день получается по 200 человек. Наталья Попова работает на предприятии, которое производит скоропортящиеся продукты – молоко, сметану, творог. Женщина говорит, пропускная система только усложняет доставку продовольствия в города Донецкой области. Пропуск нужен на водителя и, допустим, на транспорт. А потом вот ещё придумали пропуска для грузов. Это вообще невыполнимо. 30 дней нужно его ждать, у нас товар с парапорта идёт. Всего на сегодняшний день пропуск на право выезда и въезда в населённый пункт неподконтрольной Украине получили более 12 тысяч жителей Донеччины. Данила Царёв, телеканал «Донбасс». Данила Царёв, телеканал «Донбасс».